Часовьяр. Еще одна страшная глава этой войны, написанная путинской Россией. Город неподалеку от Бахмута в пух и прах разрушен российской армией. Военные преступники захватили микрорайон Канал в городе Часовьяр Донецкой областью ценой потери 99 тысяч своих военных убитыми и ранеными, говорится в материале Forbes. Еще раз, Путин положил 99 тысяч солдат для того, чтобы захватить микрорайон Часового Яра. О том, что происходит на Бахмутском направлении сейчас, смотрите наш следующий материал. Все разбито, все потрощено. Город, которого уже нет. Когда-то зеленый Часовьяр стал серым и черным от копоти и пожаров. Окупанты давят на город по бокам и в лоб. Противник надвигается, пехота страдает. Ежедневные атаки, ежедневные обстрелы и бомбардировки. Враг движется несмотря на потери, потому что понимает важность этого городка. Это логистический хаб, это высота и проторенная дорога на Константиновку. Идут с нескольких напрямков. Они идут с нескольких направлений, чтобы чем ближе к Константиновке быть. Очень важны дороги, трассы, их можно назвать дорогами жизни. Они хотят выйти на них, и тогда уже прямая дорога на Константиновку. А там и Краматорск, Дружковка, Покровск, да и вся Донецкая область. Краматорск, Дружковка, Покровск, вся Донецкая область. Целые районы Часовьяра превратились в пустоту. Микрорайон-канал, в котором до последнего наши воины держали оборону, полностью уничтожен кабами и артиллерией. На данный момент оборона проходит по каналу Северский Донец. Враг бросает в бой десантников и свежие резервы. Севернее прорывается к Калиновке, южнее от Ивановского. Противник рвется вдоль дороги. Бои тяжелые. Все тяжелее нашей пехоте. Близость к врагу усложняет эвакуацию. Ребята понимают, что каждый выезд может стать последним. Мы тут, мы тут! Тебе кулеви? Бесконечные артиллерийские боезапасы врага усложняют нашим военным оборону. Несмотря на то, что помощь от зарубежных партнеров начала поступать, она все равно пока небольшая по сравнению с тем, что использует враг. Это и сотни тысяч снарядов, и десятки тысяч FPV-дронов, а еще высотные разведчики типа Орлан. На один наш выстрел. Их 5-7 выстрелов. По три десятка штурмов в сутки. Число атак врага растет. Сначала наступали механизированными колоннами, а сейчас перешли на тактику малых групп. Таким группам легче закрепиться в руинах и давить на наших защитников. Но несмотря на такое давление, в этот раз тяжелая миссия эвакуации раненых из-под носа у врага увенчалась успехом. Захватить любой ценой оккупанты понимают, что имеют дедлайн времени. Это конец июля и середина августа. Далее окно возможностей для такого наступления врага закроется. Ведь будет больше помощи от стран-партнеров Украины. Да и осень с дождями уже совсем близко. Поэтому оккупанты со всей силы давят и идут по трупам своих. Гибнут сотнями, но не отступают. Ведь позади заградительные отряды. Продолжение следует...